Слава Господу! Серёжа всех ободрил, подсказал, теперь собрание более дружно говорит, слава Богу. Мы были как-то в одном собрании, ну, совсем недавно, и говорилось много там, интересно, так, слава Господу. Я вышел и смотрю, брат один помогает там в фойе что-то приводить в порядок, ну, похож так на армянина. И он как-то скромненько так всё, как бывает, вот, ну, мы, наверное, попали бы, где больше там армян, и мы бы так скромненько там, вроде, вот, на той территории. А он здесь так, и я вышел ему и говорю, борц разай, и он так раз, обернулся, так, знакомое слово. Я говорю, это значит, по-моему, по-армянски громко восклицайте. Он точно так, расцвел, разулыбался и понял, что везде свои, слава Богу. Под Голгофским крестом похоронены все национальные разницы и так далее, и кто верою принял Иисуса Христа, стали Божьими детьми. Слава Богу, слава нашему Господу. И, конечно, друзья, мы на этом месте, нам приятно, мы славим Бога и благодарим. Все, знаете, вышли, как из каких-то побоищ, пока были вне собрания, да, у каждого дома там своя битва, кто с неверием своих родственников бьется, то с нуждой, то с поломанным транспортом, кто еще с какими-то бытовыми вещами. Ну, это все, и нас сопровождает, бывает, это наша жизнь. Но когда приходим в Дом Божий, как приходим на какой-то остров, знаете, такой оазис благоуханный, и тут столько пищи, и тут Бог нас так утешает, и нам радостно видеть друг друга счастливые лица, и, знаете, слезы льются, потом высыхают, радостные лица становятся. Бог производит реально свое живое действие, слава Господу. Потому что пришли люди его искать, и он верен в своем обетовании, сказав нам, верующим, его детям, если взыщете меня всем сердцем, я буду найден вами, слава Богу. И мы через веру имеем этот надежный доступ, через веру в Иисуса Христа имеем этот надежный доступ к Богу. И я радуюсь сегодня, наблюдая за этим словом, думаю, да, Бог увидел, мы порой проходим и раздаем сестрам, нашим женам какие-то там поручения, так, то не забудь, это не забудь, что ты тут, давай пободрее, пободрее. Но Бог как-то по-другому смотрит на сердца наших сестер, видя, что им сейчас не административное руководство нужно такое умное, короткое и точное, а им нужно утешение. И так утешает, утешает, слава Богу. Я слышал свидетельства одного брата, он рассказывал, что однажды известный военный начальник, командир, наверное, адмирал такой, известный моряк, боевых наград у него много, такой отважный был человек, и геройский человек. И во многих морских сражениях он бывал, и вот как-то давалось ему такое мудро направлять сражение, что под его руководством подразделения они побеждали в этих сражениях. Естественно, правительство его отмечало такую, как бы, сноровку и такую мудрость его, и героизм его отмечало высокими наградами. Уже на мундире его не хватало места вот этих высоких правительственных наград. И вот умирает его мама, такая простая очень женщина, незаметная, но верующая. Она верующая была, она была христианка, пока шла по этому земному пути. И вот она умерла, он приехал на похороны, оделся в парадную одежду свою. А парадная форма одежды, это значит, награды должны быть на кителе. Это парадная форма одежды, не повседневная. Приходит на похороны, и когда подходит к гробу матери, снял головной убор, снял с себя все награды, которые были высокие от правительства, и положил маме в гроб. И говорит, мама, эти награды твои. Слава Господу! Мама знает, как молиться за своего сына, знает, как молиться за свою дочь, чтобы Бог сберег. Не всегда, друзья, наши дети выбирают сразу, и, может быть, в течение жизни нашей, мы, может быть, и не увидим, что они выбрали таких путей, которые бы мы хотели, которые бы Бог хотел. Не всегда так бывает при нашей жизни. Но нам Бог сказал, что ваша задача не увидеть их вот так и так, как вы хотите, а ваша задача молиться за них и мамам, и папам, чтобы несли молитвы за своих детей, чтобы Бог располагал их сердца искать правды Божьей, чтобы хранил их от зла, хранил их от смерти, а Бог знает, как сохранить. Вот мы были в одной семье в Америке, там, знаете, у них 15 детей, и они одно время, это в 90-х годах, жили на территории Абхазии, где были боевые действия происходящие. Война была. И вот эти 15 детей, и тогда еще много у них маленьких было, а они с этого места не могли уехать, потому что отец был священнослужитель, и он проводил там, была церковь, и проводил там служение, и пас эту церковь. А там каждый день пули летают в разные стороны, мины рвутся, осколки летят во все стороны. И, знаете, она так уже нам рассказывает, так кротко, спокойненько, уже ходит кое-как сестра Люба, а говорит, вот Санька этот ходил козу доить в бронежилете и в каске, такой, понимаете. И день начинается, Витя на работу, по делам там, а я сразу выхожу из дома и в саду там работаю. Вот я думаю, ну как? Пули летят, осколки летят, все рвется, гранат, это же война, кто хочет туда гранату и бросит. Они там огородом занимаются, кушать готовят и так далее. Однажды брат Виктор говорит, помолились мы, легли спать, ночью я поднимаюсь, смотрю, по дому кто-то ходит. Ходят вооруженные люди, они, это, говорит, были наемники, вооруженные до зубов, ходят по дому и ищут, что им сделать там, что-то поесть и так далее, переворачивают. И на меня такая сила сошла, что я понял, что я здесь главный, я здесь главный. Беру их так, пойдемте отсюда, вы не туда пришли. И выводит их за калитку, и тут, говорит, меня смелость эта отошла, как только они ушли. И я затрепетал от страха, потому что у этих людей было все вооружение, которым можно себя одеть. Они жестокие, это воины, это наемники, они этим деньги зарабатывают, что убивают людей. А я затрепетал и понял, Бог хранит, слава Господу, слава Богу. Он, говорит, другой пришел, и есть мне давайте, и так далее. Пришел, полные карманы ушей человеческих, они так отчитываются о проделанной работе наемной убийцы, и что за это им деньги платят. И вот он сидит, нож воткнул в стол, и сидит весь такой, давайте ему кушать, а мы думаем, а что делать, а что делать? Мы, сегодня у нас другая обстановка, мы себя чувствуем комфортно, и Бога за это благодарим. Там другая, нас Бог здесь хранит, и там, я рассказываю для чего, чтобы мы понимали, что и там Бог хранит, и та хранит, когда мы в нем сокрыты, слава Господу. И там все закончилось благополучно, и там человек ушел, никакого вреда не причинил. И когда они несли постоянное служение, и оставались верными Богу, и его мучил вопрос тоже, ну как беспокоил, Господи, ну что мы здесь, уже столько из церкви уехали. Российские войска поставили военный корабль и объявили, кто из зоны окружения желает выехать на свободную территорию в Россию. Пожалуйста, грузите свои вещи, сами эвакуируйтесь в корабль, через две недели корабль отойдет от этого берега. А они давай молиться, Господи, а нам как? В церкви много, и уезжают, и уезжают, и уезжают. А вот нету такого. Он поехал тогда к брату Левчуку и спросил, чтобы попросить Бога, как быть? И он помолились вместе, он говорит, нет, не уезжай. Тогда я попрошу, говорит, о трех вещах попросить нам вместе у Бога, чтобы Бог нас сохранил от смерти, чтобы он нас пропитал. И вот, ну, третье я забыл немножко, может, Люда, ты запомнил? Нет? И третье что-то он попросил. Хорошо, помолились, Бог укрепил его сердце, он вернулся обратно, и стали служить дальше Богу. И вот, когда уже многие уехали, осталось чуть-чуть там совсем людей, они проводят богослужения в саду, его дома, и вдруг открывается калитка, и заходят вооруженные люди, один за другим, один за другим, один за другим. Рота солдат, это примерно 120 человек, вооруженные полностью в боевом вооружении, не так, что со штык-ножом, как у нас на КПП стоят, и все на этом, а в полном боевом вооружении. Заходят 120 человек, и группка верующих молится в саду, разбирает священное писание. Подходит командир, дождался, когда речь Виктора закончилась, подходит к нему командир и говорит, назвал его по имени-отчеству, я хочу, чтобы вы нам преподали вечерю Господню. Он говорит, я взмолился, ну, так сказать, причастие, причастие. Я взмолился внутри Бога, Господи, у них столько вооружения, попробуй, ну, что я им скажу, что им нельзя, ну, кому можно преподавать вечерю? Это же возрожденные люди должны быть, которые, крещеные в Дух Святой, вступили в завет с Господом, а они что, вот у них пушки-пулеметы? А они свои автоматы и оружие поставили вокруг дерева, вдоль дома, и сидят на него все смотрят. Он разговаривает с командиром. Он говорит, знаете, я не могу вам причастие провести, потому что это для верующих, которые люди стали христианами, которые глубоко уверовали в Бога. И так в нескольких словах объяснил ему, он говорит, хорошо, я вас понял, тогда помолитесь за нас. И я опять к Богу, Господи, а что я буду у тебя просить для них, они убийцы, о чем тебя молить ради них, чтобы ты их благословил, на что? Он говорит, командир, мы идем завтра в бой, нам предстоит бой, и мы хотим, чтобы вы за нас помолились. И он стал молиться, чтобы Бог сберег их, сберег от смерти, сберег от зла, сберег, и так вознесли церковью всю молитву. А они очень внимательно слушали, и многие сами молились. Собрали свое оружие и ушли. Проходит какое-то время, приходит, наверное, продолжительное время, на одно из их таких же собраний приходит молодой человек, человек спортивного, такого бодрого вида, крепкий, вот, сумка большая, полную, набитая чем-то, и садится так, улыбается, радостный такой, смотрит на него, а думает, что-то я не знаю, в чем, что за человек. И он говорит, брат Виктор, приветствую вас. Он думает, ну, может кто-то приехал, приветствую. Вы что, меня не узнаете? Он говорит, честно говоря, нет. Так вы помните, к вам рота солдат пришла на служение? Вы за нас еще молились? Он говорит, ну да, было такое событие. Я один из тех солдат. Когда мы после молитвы пошли в бой, мы все остались целы, из нас никто не погиб. А я уверовал в Иисуса Христа. Я стал верующим человеком. Бог хрестил меня в Дух Святой. Я вступил в завес с Господом через водное крещение. И теперь я продал все свое обмундирование, вооружение. Я теперь занимаюсь тем, что духовную литературу разношу в боевых, вот в этих частях, военнослужащим, им свидетельствуя об Иисусе Христе. После вот этой встречи с вами. Слава Господу. И брат Виктор говорит, я так успокоился. Раз, Господи, ты нас держишь ради такого дела здесь, я согласен. Слава Богу. И они вместе прославляли Господа. Возлюбленные. Наш Бог. Ему ничего нет невозможного, где сохранить нас. При каких обстоятельствах, под пулями, под осколками, в нужде, в поломках, в каких-то еще неурядицких, житейских, для Бога нашего нет ничего невозможного. Он Бог всемогущий. Слава Господу. Но вот, друзья, наша часть, как мы читаем с вами в книге пророка Исаии во второй главе, я всего лишь немножко. Какие слова записаны? И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Слава Богу. Мы пойдем в дом Божий, послушаем его слов, научимся от него. Но вот самый такой важный момент. Научит нас, и пойдем по стезям его. Брат Саша говорил сегодня, блаженный, слушающий его слово, на самом деле, это блаженство, когда ты понимаешь, что отличаешься от всех других людей тем, что у тебя Бог дал способность слышать сердцем его слово. Слава Господу. Это Бог дал. Но если только слышать и слышать и слышать, а не исполнять, то беда. Блаженны слышащие и исполняющие слово Божье, живущие, угождая Богу, они находятся под Божьей охраной. Слава Господу. Это много люди ходят, в храм ходят, в дом Божий ходят, еще куда-то ходят. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Придите, он говорит. Если человек на это приглашение отзывается и приходит, он у Бога получает блаженство и утешение через прощение грехов. Слава нашему Господу. Слава Богу. Но есть люди, которым Бог зовет, зовет, они не приходят, чтобы исполнять его слово. Когда Матфей пишет об этом в седьмой главе, записаны слова Иисуса Христа, где он их произнес так. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Много слышали, и Бога называли своим Господом, и пророчества, и много еще, что творилось в их жизни. И когда было туго, молили, Господи, помоги, и Бог помогал. Я звоню к одному, говорю, так что же я тебя не вижу до сих пор на богослужении? Ты уже несколько лет слышишь о Боге. Ну, как-то вот так. Как жив-здоров. Слава Богу, твоими молитвами. Да к тебе, говорю, уже и пора и самому начать молиться. Ты, говорю, молишься? Ну, так в экстренных случаях. В экстренных случаях что-то получить от Бога для этой жизни, чтобы Бог спас от смерти, спас от нужды, дал работу, дал деньги, машину, жену, мужа, там, хоть что. И если только это и все, брат Олег говорил сегодня, самые несчастные люди, которые только приходят, Господи, дай, дай, вот для этой жизни. А которые приходят для того, чтобы душу свою спаси и в этом прибыть, самые счастливые люди. Аллилуйя. Слава Господу. Ведь сколько мы видели в деревнях, когда благовествовали Слово Божье, когда люди за Божье Слово ухватились, как за единственную надежду, проходят несколько лет, а они продолжают за Божье Слово держаться, так жить и Богу служат. Слава Господу. Умиляется и радуется сердце. И забываешь про все растраты, которые для этого были вложены. Но когда видишь Слово Божье говорится, человек говорит, да, да. Мы были, подвергались опасности для жизни. Когда приехали в одну деревню, не знали, почему мы так двигаемся с такими сложностями, но когда встретились с одной душой, которая пришла к нам услышать о Боге, мы поняли, в чем дело. Она просила, чтобы мы помолились за нее, чтобы ее Бог спас от смерти. Ее преследовал ее сожитель и хотел ее убить, а она по деревне пряталась от него. Я говорю, знаешь, есть возможность еще большая. Кроме того, чтобы Бог тебя сохранил от смерти, для Него ничего невозможного нет. Он может спасти твою душу от вечных мук, простив тебе твои грехи, потому что Христос умер за тебя и уплатил эту цену. Так о чем будем молиться? О том, чтобы Бог тебя сохранил от этого сожителя и скрыл? Он знает, как сделать. Или чтобы спас твою душу? Она подумала немного. Будем молиться о спасении души. Слава Господу! Мы так обрадовались, помолились. Она стала жить хорошо после этого. Бог, ну как-то ее стал благословлять, устраивать ее жизнь. И она начала развлекаться, веселиться. К сожалению, где-то там венцо, где-то картишки. Народ такой стал приходить в гости. Развлекаться стали. Мы приходим еще в поездки одной. Думаю, что тебя в служении не видно? А вот некогда, некогда, некогда жизнь хорошая стала. А начал человек выпивать, выпивать. Сын, который не ходит на служение, но видел, что поменялась мама. Он стал ей говорить, мама, тебе в церковь надо идти. Ты что делаешь? Ты же так пропадешь. Некогда, сынок, некогда. Она пьяная умерла. Очень жалко. Очень жалко. Бог стучался и давал возможность. И дал возможность. Воспользуйся ею. Воспользуйся ею. Когда смерть перечеркнет жизнь, поздно будет, но пока живой. И слышишь голос Бога к твоему сердцу. Откликнись на этот голос. Открой свое сердце и больше никогда для Бога не закрывай. Иисус говорит, придите ко мне. Все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Чтобы вы никогда не услышали в свой адрес голос, отойдите от меня. Сегодня такое движение. Сделай каждая душа. Вернись к Богу, если кто отошел. Открой для Него сердце свое. И живи всю свою жизнь с Богом. Да благословит тебя Господь. Я хочу сегодня задать еще этот вопрос. Кто желает примириться сегодня с Богом? Кто от Него отошел? Но услышав обращение Бога, хочет, чтобы Бог вернулся. Чтобы вернуться Ему к Богу. Чтобы Бог наполнил сердце своим прощением и любовью. Бог ждет на этом месте? Слава Господу! Он ждет. А Он пришел для этого. Есть среди нас такие души. Поднимите свою руку. Мы будем молиться о вас. Вернись к Богу.